Путь к семейному счастью бывает долгим и тернистым. Многие скажут, что Лавелас никогда не будет примерным семьянином и будут правы. Но бывают и исключения. Кажется невероятным, но вот уже 17 лет певец Владимир Пресняков счастлив рядом с Натальей Подольской, которой удалось превратить бунтаря Вову в семейного и любящего мужа и отца. Кумир и секс-символ 90-х Владимир Пресняков был мечтой миллионов девушек и женщин по всей России. В него была без памяти влюблена дочь Примадонны Кристина Арбакайте. Господа, вы слышите? Я всю жизнь была гадким утенком. Для меня до сих пор загадка, как в то время видного парня, которого очень красивые манекенщики и девушки, вдруг как-то обратил внимание, ну как бы... Это единственный... Вот отношения с ней. Вели, 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 правосвестники. Но несмотря на очевидные преференции в карьере, которые давал этот союз, Кристина и Владимир расстались, в том числе из-за постоянных измен Преснякова. Молодому музыканту еще не было и 18-ти, а он уже был невероятно популярен. Парня с необычайно высоким голосом пригласили спеть за главного героя фильма «Выше радуги». Песня «Зурбаган» и «Спит придорожная трава» полюбила вся страна. А Владимир Пресняков теперь был не просто сыном своих популярных родителей из группы «Самоцветы», а самостоятельным музыкантом. Гастроли, съемки клипов, модели, танцовщицы и соблазнительные юные поп-певицы сыграли свою роль. Ходят слухи, что карьера певицы Лики Стар завершилась из-за Аллы Пугачевой. Когда Примадонна узнала о романе Лики Стар с Владимиром Пресняковым, который в тот момент был в отношениях с Кристиной Рабакайте, она сделала все, чтобы убрать со сцены юную певицу. Лика Стар утверждает, что у Владимира было много увлечений, как до нее, так и после нее, намекая на многочисленные любовные похождения и измены. Владимир и Кристина не были женаты, но прожили вместе более 10 лет. В этом союзе на свет появился сын Никита. Когда у пары начались отношения, Кристине еще не исполнилось 16 лет, а Владимир был старше всего на 2 года. Несмотря на болезненное расставание, бывшие возлюбленные до сих пор поддерживают хорошие отношения. Кристина в одном из интервью поблагодарила Владимира Преснякова за годы, проведенные вместе. Он действительно меня вырастил. Он был для меня и братом, и мужем, и отцом. Он очень много для меня сделал. Я безумно ему благодарна. Если бы не было Володи в моей жизни, я просто не знаю, что со мной было бы. Затем был официальный брак, который Владимир впоследствии назовет ошибкой. С дизайнером Еленой Ленской все закрутилось очень быстро. Ради Преснякова она ушла от мужа музыканта Игоря Суруханова. Впрочем, брак давно трещал по швам. На одной из вечеринок Владимир Пресняков заключил с Еленой пари. Выпьешь стакан водки – женюсь. А она возьми и выпей ее залпом. Так хотела замуж за Преснякова. Замуж за Владимира Елена вышла в 2001 году. Тогда она могла спокойно стать домохозяйкой, ведь супруг прекрасно зарабатывал. Однако Ленская мечтала о творческой самореализации. Она развивалась в модном бизнесе, а также увлекалась архитектурой и дизайном. Занятость супруги раздражала Преснякова, из-за чего влюбленные стали отдаляться. «Мы были слишком молоды и слишком амбициозны. Было дано большое чувство, но мы его не удержали», – говорила Елена после расставания с Пресняковым. Их брак продлился чуть меньше 10 лет. В 2005 году Пресняков познакомился с участницей фабрики «Звезд» Натальей Подольской. Их общение началось с настоящего хамства со стороны Преснякова. Не тратя времени на ухаживание, он сразу пригласил 24-летнюю Наталью себе в отель. Ты мне предлагал бассейн по кувыркаться. Представляете, я вам, кстати, рассказывала, что ваш сын мне предлагал в первый день знакомства. По кувыркаться? Музыкант продолжал шутить. Наталья Подольская признавалась, что полюбила его сразу и сильно. Но когда поняла, что разводиться Пресняков не собирается, ушла первая. Пять месяцев в разлуке все расставили по местам. Владимир подал на развод, а она поняла, что не может без него жить. Но идти в ЗАГС влюбленные не спешили. Отношения с Натальей Пресняков не торопил. «Пусть идет, как идет», – отвечал он на многочисленные вопросы журналистов о свадьбе. Только 5 июня 2010 года они поженились, абсолютно уверенные в своем желании быть вместе до конца жизни. На пятую годовщину свадьбы, 5 июня 2015 года, Наташа подарила мужу самый долгожданный подарок – сына Артемия. Наталья долго не могла забеременеть, проходила медицинские обследования и ездила по святым местам. Пара буквально вымаливала убога ребенка. Вторая беременность прошла гораздо спокойнее. 22 октября 2020 года у них родился второй сын – Иван. Наталья не скрывала свое интересное положение и быстро пришла в форму после родов. Владимир обожает свою супругу и старается не расставаться с ней дольше, чем на неделю. Его блог полон фотографий жены и детей. Капитан, капитан. Солнце с милым повторяется. Можно выставить спиной к солнцу. Как Ванечка Тюму обнимает? Вот так. Братика, братика, братика. Встретились. Встретились братики. Встретились братики. А недавно Наталья провела майские праздники без мужа. Находясь в отпуске, певица часто вспоминала любимого супруга, а заодно похвасталась перед подписчиками шикарным памятным подарком музыканта – золотыми часами кортье стоимостью порядка двух миллионов рублей. Ловким подарком. Подольская рассказала, что этот шикарный презент Брязняков сделал ей в честь рождения их сына Ивана. Певица призналась, что давно мечтала об этом аксессуаре. Поэтому после родов, по словам Натальи, она обнаглела и попросила мужа потратить на нее крупную сумму денег. Владимир души не чает в своих сыновьях и старается проводить с ними как можно больше времени. Ваня, поцеловайте, Тюмочка. Он не раз признавался, что испытывает чувство вины перед старшим сыном Никитой. Все из-за того, кто не уделял своему старшему сыну столько времени и внимания, сколько уделяет Тюме и Ване. В то время его больше интересовала карьера и музыка. Я практически не видел, как он растет, как взрослеет. Я был молодой, ездил на гастроли, работа была в приоритете. С младшим сыном сейчас все иначе, мы практически постоянно вместе. Сейчас вся отцовская любовь достается младшим сыновьям, в особенности Ване. «Ваня может по мне с утра ползать. Это кайф. Просыпаешься от того, что он на тебе сидит», – говорил Владимир в одном из недавних интервью. Бунтарская натура Владимира Преснякова, кажется, уступила место мудрости и ответственности семьянина. Наблюдать за тем, как он играет с сыновьями – одно сплошное удовольствие. Старший сын Никита уже взрослый, у него своя семья, и, возможно, скоро он сам станет отцом. Никита пошел по стопам папы, он музыкант и пробует себя на сцене. Владимир его во всем поддерживает. Наталья Подольская и Владимир Пресняков уже позаботились о будущем благополучии сыновей. Недавно они признались, что уже приобрели для мальчиков элитную недвижимость. Но и это еще не все. Пара мечтает о третьем совместном ребенке. Субтитры создавал DimaTorzok